МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Погибшему петрозаводчанину отказали в госпитализации. Если в смерти парня вина врачей, разбирается прокуратура. Гостите свет. За электроэнергию будем платить по-другому. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Пробежаться по лыжне тысячелетий и обновить зимний гардероб предлагают петрозаводчанам. Новости на телеканале Ника+. В студии Юлия Кучеренко. Здравствуйте. Петрозаводчанин скончался от закрытой черепно-мозговой травмы. 23-летний студент автотранспортного техникума Ян Радзюлис умер в реанимации. Незадолго до этого врачи больницы скорой медицинской помощи отказались госпитализировать парня и отправили его с мамой домой. Сообщение о смерти Яна вызвало бурную реакцию петрозаводчан. И, как показала служебная проверка Карельского Минздрава, сотрудники БСМП должны были действовать по-другому. Поздним вечером 24 сентября петрозаводчанин Ян Радзюлис отправился пешком из центра города на Древлянку. Однако несколько часов спустя наряд патрульно-постовой службы обнаружил молодого человека, лежащим без сознания на улице. Полицейские вызвали скорую, и пострадавший был отправлен в городскую больницу. Человеку с переломом основания черепа дежурный врач поставил диагноз – ушиб поясничной области и алкогольное опьянение. В госпитализации Яну Радзюлису было отказано. В больницу вызвали мать пострадавшего и попросили забрать сына домой. Когда я зашла в приемный покой, сын лежит на полу, лицо в крови, руки в крови, то есть у него сильнейшее кровотечение из носа. Они даже не удосужились ему остановить кровотечение. Мне тут же выдают отказ от госпитализации, подписанный дежурным врачом, уже готовый, где написано о том, что показаний госпитализации нет. Еще медсестра сказала. С ним ничего страшного, он дома отлежится. Дома пострадавшему удалось заснуть, однако днем начались сильные головные боли. На скорой он был вновь доставлен в БЦМП. Ночью Ян Радзюлис скончался в палате реанимации. Вскрытие показало, что на момент получения травмам молодой человек был абсолютно трезв. Я считаю вот этих вот медиков соучастниками убийства моего сына. Я бы не хотела, чтобы еще кто-то попал в такую ситуацию. Простите. Новость о смерти Яна Радзюлиса вызвала гневную реакцию общественности. Карельское интернет-пространство буквально взорвалось требованиями строго наказать врача, бездействие которого могло стать причиной смерти молодого человека. Я читаю комментарии в интернете, вплоть до того, что четвертовать. Что значит четвертовать? Живым четвертовать, то есть разорвать на куски или как бы умертвить перед этим. Даже если кто-то ошибся, нужно определить степень этой вины. И соответственно идут какие-то меры дисциплинарного взыскания, административного, уголовного. Поэтому я призываю как-то более разумно к этому подойти. Как нам стало известно, в настоящий момент служебная проверка Министерства здравоохранения завершена. По предварительным данным в действиях медработников выявлен ряд нарушений. Также делом Яна Радзюлиса занимаются сотрудники прокуратуры. Стал ли погибший жертвой ДТП или был избит, пока неизвестно. Ведется следствие. Александр Лычагин, Максим Шумейко, телеканал НЕКО+. В ближайшее время по тем или иным причинам работу потеряют более 2000 жителей Карельской столицы. В центре занятости населения Петрозаводска рассказали 132 предприятия. В соответствии с законодательством уведомили о возможных сокращениях. Больше 2000 человек останутся без работы. Часть уже уволена, остальным предстоит пройти процедуру сокращения. Штат сотрудников сократили в федеральных, республиканских бюджетных учреждениях, воинских частях, органах внутренних дел, на предприятиях, обслуживающих железную дорогу, в коммерческих банках и образовательных учреждениях. В настоящее время 829 человек уже состоят на учете в городском центре занятости. Социальную норму за свет в Карелии подсчитают, взяв в качестве примера одинокую старушку. Экономный пенсионер станет ориентиром для Госкомитета по ценам и тарифам. Ведомство Артура Мяки готовится подсчитать карельский норматив потребления электроэнергии. Страна вместе с ней и Карелия будут платить за свет по-другому. Уже со следующего лета за сверхнормативное потребление электричества придется платить по завышенному тарифу. В стране введут энергопаек. Все, кто в него не впишется, заплатят сверхнорматива. Поэтому, уходя, непременно нужно гасить свет. Иначе придется крупно переплачивать. В семи пилотных регионах соцнорма уже введена. Самый большой энергопаек получили жители Орловской области. До 190 киловатт на человека в месяц. Соцнорма в Нижегородской и Владимирской областях. Ниже чуть не в четыре раза. Всего 50 киловатт. Карелия должна определиться к первому марта. Прикидки, которые мы сделали, вроде бы получается где-то около от 100 до 120. Но это чисто прикидки, потому что никакой объективной информации нет пока. Примечательно, что в качестве фокус-группы в исследованиях эксперты Госкомитета по ценам и тарифам выбрали одиноких пенсионеров. В ходе наблюдений за самой экономной частью населения чиновники попытаются вывести карельский норматив потребления электроэнергии. Нам предстоит проанализировать минимум 10 тысяч человек, одиноко проживающих пенсионеров в республике Карелия. Ну, в целом, одиноко проживающие граждане. И если вы не столь экономны, как одинокая старушка в пригороде, скорее всего, придется раскошелиться. А еще сложнее представить, в каком положении окажутся жители вечно замерзающих – Сегежи и Суаярви. Любой электрообогреватель – враг экономии. Но пока в Карелии не озвучат величину местной социальной нормы, все эти вопросы остаются без ответа. Это давление на богатых. Ну, не на богатых, а такой средний класс, скажем так. И оплачивать, понятно, будут те, кто… Вот если пенсионеры, если анализ сделать, например, по проживающим в сельской местности, то им этих денег хватит большинству людей. Величиной соцнормы недовольны в некоторых тестовых регионах, которые с нынешней осени уже платят за свет по-новому. О своей обеспокоенности федеральным нововведением заявили в Карельском парламенте. В Госкомитете по ценам и тарифам к введению социальной нормы на свет относятся как к данности. С Москвой у нас спорить не принято. Александр Гнетнев, Евгений Евдокимов, телеканал Ника+. Депутат Лариса Жданова подготовила обращение от Карельского парламента к председателю правительства России. Жданова считает, что в стране нельзя вводить социальные нормы за электроэнергию. По мнению депутата, это приведет к росту коммунальных платежей. Социальный норматив на электроэнергию республика должна будет ввести с лета следующего года. И тогда за свет, нагоревший в квартире сверх установленной нормой, жильцы будут платить по повышенному тарифу. Депутат Лариса Жданова считает, что это приведет к очередной неразберихе в платежах. А главное, к росту счетов за ОДН – общедомовые нужды. Пострадают, как всегда, законопослушные плательщики, пенсионеры, которые и так экономят электроэнергию. У нас сегодня до сих пор не решен вопрос с так называемой ОДН – общедомовыми нормативами. У нас граждане сегодня законопослушные платят за себя, за того парня и за сего парня. Получается проблема перекрестных платежей. Когда мы введем еще и социальный норматив, если они все-таки введут его, получится, что человек будет платить по социальному нормативу. А дальше, особенно у нас в Карелии, где зима долго, где холодно, темно, он будет оттягивать вот эти недоплаты на лето. Но счетчик-то общедомовой существует, и, значит, бабушка, которая регулярно платит, экономит электроэнергию, будет платить за себя и за того соседа, который недоплачивает. Вот это, так сказать, безобразие будет и дальше продолжаться. Будет всплеск, а, неплатежей, б, вот этих так называемых дополнительных счетов. То есть люди, грубо говоря, получат еще дополнительный рост коммунальных платежей. Я считаю, что сейчас в ситуации кризиса, в ситуации сложной, когда люди и так живут непросто, такое допустить категорически нельзя. Лариса Жданова считает, расходы на общедомовые нужды необходимо вводить либо в тарифы, либо в платежи управляющим компаниям. Но пока вопрос не решен, и говорить о введении социальной нормы на электричество преждевременно. Поэтому она подготовила обращение в адрес председателя российского правительства Дмитрия Медведева. В конце ноября документ будет рассмотрен карельским парламентом и отправлен в Москву. Транспортная прокуратура проведет мониторинг авиапредприятий республики. Инспекторов интересует, соблюдают ли те правила безопасности полета в Карелии. Поводом для проверок российских авиаторов стала авиакатастрофа, произошедшая в Казани 17 ноября. В крушении Боинга погибли 50 человек. Аэропорт Петрозаводск с 1 ноября не работает в штатном режиме. Он принимает самолеты только по разовым разрешениям Росавиации. На данный момент на предприятии закончился срок действия сертификата на деятельность самого аэропорта. А также из-за многочисленных нарушений приостановлена деятельность еще одного документа – на авиатопливообеспечение. В Карелии аэропорт Петрозаводска северо-западную базу авиационной охраны лесов ждут большие проверки. На авиабазе проинспектируют техническое состояние воздушных судов, а в аэропорту проверят службы, обеспечивающие его деятельность. Речь идет о инженерах, осматривающих самолеты перед вылетом, следящих за состоянием взлетно-посадочной полосы и огнями на ней. Стоит напомнить, в июне 2011 года в Бесовце произошла катастрофа лайнера Ту-134. Трагедия унесла жизни 47 человек. Самолет разбился, не долетев несколько сотен метров до взлетно-посадочной полосы. После очередной катастрофы в стране, на этот раз в Казани, авиапредприятия ждут проверки. Новости на телеканале Ника+. Мы продолжаем. Петрозаводчанам предложили пробежаться по лыжне тысячелетия – от неолита до наших дней. Выставка, посвященная истории лыж, открылась в Национальном музее Карелии. Александр Лычагин с подробностями. Необычно теплое начало зимы пока не позволяет карельским любителям спорта открыть лыжный сезон. Однако сотрудники Национального музея все равно приглашают горожан выйти на лыжню – лыжню тысячелетий. Как рассказали организаторы выставки, лыжи всегда были значимым атрибутом культуры и быта народов Карелии. Лыжами и снегоступами пользовались люди эпохи неолита. Об этом свидетельствуют сохранившиеся на карельской земле петроглифы. Не менее востребованными лыжи были и в средние века, не говоря уже о новом времени. Даже на войну карельские жители шли на лыжах. Мы пытались объединить прошлое и будущее, как это делает всегда музей с помощью своих экспозиций, вот этой ниточкой лыжни. Все мы связаны одной лыжней. Кто-то может сказать о Карелии, мы в одной лодке, но точно так же, да, и равносправедливо было бы сказать, что мы все на одной лыжне, лыжне тысячелетий. В 20-е годы прошлого века в Петрозаводске было организовано промышленное производство лыж, знаменитых на весь Советский Союз. Не меньше известностью пользовались карельские спортсмены-лыжники. Республика подарила России троих олимпийских чемпионов. Однако сегодня у нас не осталось ни одной лыжной фабрики, да и карельский лыжный спорт заметно сдал свои позиции. Было пять лыжных баз, а сейчас Курган одна лыжная база только существует. Остальных я даже и не знаю. А раньше вот мы на пяти базах тренировались и выступали на соревнованиях. По словам организаторов, выставка посвящена не столько прошлому, сколько настоящему и будущему карельского лыжного спорта, который сегодня как никогда нуждается в поддержке. Александр Лычагин, Максим Шумейко, телеканал НЕКО+. Уже на этой неделе синоптики все-таки предсказывают начало зимы. Температура ниже нуля, возможен снег. Самое время подумать о зимнем гардеробе. В Петрозаводске открылась выставка-ярмарка зимней одежды отечественных производителей. Ярмарка открылась в самом центре Петрозаводска в здании экспоцентра на улице Гоголя. Здесь представлены одежда и обувь лучших российских и белорусских производителей. В экспозиции товары для покупателей с достатком и совсем недорогие зимние вещи. Так, например, цены на пальто разнятся от 1200 рублей до 5900. Шубы от 9 до 32 тысяч. Из Белоруссии сюда привезли обувь из натуральной кожи. По словам организаторов ярмарки, сапоги и ботинки выдержат самые серьезные морозы. И что особенно актуально зимой, защитят вас от гололеда. На нашей выставке представлены пальто, пуховики, куртки зимние, меховые изделия, головные уборы, обувь. Это все от российского производителя. Цены у нас доступные. Важно, что на ярмарке представлен полный размерный ряд одежды и обуви. Так что прийти сюда можно всей семьей. Выставка-ярмарка работает до 28 ноября включительно с 10 утра до 7 вечера. Карельские ЛДПРовцы готовятся вступить на путь вегетарианцев. Прионерский депутат устроил нарковечеринку на турбазе. Акемские чиновники проиграли войну своим противникам в социальной сети ВКонтакте. Самые интересные новости минувших 7 дней в обзоре прессы с Александром Гнетневым через пару минут. О новости на сегодня все. Я Юлия Кучеренко говорю вам до свидания. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!